В целом прибрежная территория поддерживается в хорошем санитарном состоянии. Тем отчетливее бросаются в глаза проблемы. Деревянные настилы, выглядывающие из песка, бесхозные конструкции, случаи единичные, но и этого не должно остаться. Я сказал, освободить все пляжные территории, убрать от этого хлама. Мопаку не знает, чья это стоит. Не знаете, чья? Вывозите, это муниципальная земля, я не могу понять. Посмотри, какой вид. Тут ходят отдыхающие, тысячи приезжают, смотрят на это. Создание. То же самое касается пляжа Аджемете-2. Он находится под Мопаку. Почему там эти собачники опять стоят? Больше всего замечанию главы Анапы возникло в ходе осмотра муниципальных пляжей на Аджемете и Витязева. Если не убирают, значит, рассчитывают возобновить свою деятельность. Заведующий Витязевским пляжем Андрей Сидиков уверяет главу, от всего этого не останется и следа. Мы разбираем, Юрий Федорович, все. Там не разобрано, здесь не разобрано. Гора вот этих собачников стоит, которая здесь стоит. Я вас прошу, наведите здесь порядок. И это должна быть не аттракционная группа на пляже. Это должен быть пляж муниципального образования. Вот это тысячи людей, которые с Витязева приезжают, они жалуются. Их не интересуют вот эти попрыгунчики, горки. Их это не интересует. Они хотят пляжа, песка и моря. А у нас было все тут заставлено как на рынке. Более-менее все территории у нас нормальные. Более-менее у нас проблема это муниципальные пляжи. Джемете-2 и Витязева. Больше всего вопросов находится именно здесь. Поэтому вас как руководителя и вас как руководителя прошу вас навести здесь порядок. Даю вам две недели. До 1 декабря. Все, больше срока не будет. Есть, Юрий Федорович. Все сделаем. Задача понятна? Ясно, ясно. Все, занимайтесь. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский. Анапа. Регион.